Иисусу Христу, друзья, вы знаете, ко мне только что подошел журналист и говорит, как вы думаете, что вы чувствуете, когда Украина вернется в Донецк? Это у меня, знаете, внутри поднялось, говорю, наверное, тогда Украина вернется в Донецк, когда она вернется в Киев. Друзья мои, поэтому я очень, я нахожусь на передовой, я живу в Марьинке сейчас, ну, самая горячая точка, и у меня с огорода, потому что 350 метров стоит посадка, в огороде у меня пулеметная точка стоит, и я не знаю, кто с нее стреляет, ДНРовцы или же наши украинские ВСУшники. Но не об этом, друзья, я нахожусь на передовой, потому что там есть нужда, нужда обычному мирному населению, которому я служу, и как капеллан служу военным. Но я очень рад, что есть активные люди, громадская из Донецка здесь, в Киеве, потому что основная проблема, которую должны дончане решить, как солидарные люди, это находясь именно здесь. Поэтому, друзья мои, не буду занимать у вас очень много времени, я просто верю в том, что первая Украина, Донецк в том числе, станет Украиной, когда здесь будет порядок. И поэтому наша донецкая позиция должна высказываться, и как кто-то сейчас до меня предшественник говорил о том, что Путину, но она должна высказываться здесь и местным властям, которые только из отчетов знают, что на самом деле происходит в Донецке, или что происходит в том же самом при фронтовых городах Донецкой области. Поэтому, друзья мои, очень рад видеть вас всех, у меня очень трогательные чувства, что вы пришли поддержать. Поэтому пока здесь собираются 10, 20, 30, 100 человек, у Украины есть будущее, а Донецк это Украина. Пусть вас всех Бог благословит, укрепит, пожалуйста, не сдавайтесь, только не сдавайтесь, потому что Майдан, который начался в Киеве, он закончился, но тот Майдан, который начался в Донецке, он продолжается. И пусть нас Бог в этом благословит. Друзья, сейчас выступит один из активистов Донецких, известных патриотов Украины, Олег Саки. Добрый день всем. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда на акцию. То, что вы остаетесь верны своей малой родине нашей, то вы остаетесь верны своей большой родине. Ведь и сегодняшняя акция здесь, это также сопротивление за всю Украину. И разделять Восток, разделять в целом Украину, пожалуй, у нас могут только глупые люди. Это все неотъемлемые части одного целого. И когда на сегодняшний день люди гибнут на линии размежевания, когда огромное количество людей находится в заложниках у террористов, это проблема всей страны. Это вызов Украине как обществу и Украине как государству. Я вот сегодня, очень редко я бываю в акциях, внизу стою в качестве зрителя. Так получилось, что ровно два года назад я вел тот митинг и был на сцене. В пяти метрах от Димы Чернявского, который был, как сейчас помню, слева от сцены, в двух метрах примерно, все время акции. И тогда я видел глаза людей, я мог посмотреть сразу на сотни людей, я чувствовал то ощущение. Нигде, как на сцене, не чувствуется того запала, с которым люди выходили. Вот ко мне только что подошли и спросили, прошло два года, что хотелось бы вспомнить, что было сделано. Знаете, вот вспоминаю постоянно весь цикл акций. Вот не могу выделить тринадцатое число. Есть четвертое число, когда часто меня упрекают в этом, но я все равно повторяю. Это число, когда Донецк признался себе в том, что он Украина. Ведь люди сначала робко собирались по три по четыре человека и ходили в ста, в двухсот метрах от собора. А когда начали видеть, что приходят другие, так же, по три по четыре, и это их знакомые, соседи, начальник, ректор, еще кто-то, они увидели, что у Донецка, у украинского Донецка, интеллигентное, интересное, красивое лицо, что патриот Украины, украинец, это не шаровары, украинец это достойный гражданин, это человек, с которым хочется общаться, с которым хочется стоять рядом. И в течение 15 минут собралось несколько тысяч человек. 13 число, это когда люди уже сознательно выходили, и все, я думаю, большинство из здесь присутствующих помнит свой настрой, мы уже понимали, это агрессия, мы уже понимали, что есть риски, понимали, что террор начинается. Так вот, 13 число, это день начала террора, еще спокойного, еще мягкого террора. Но человек уже понимал, что выходить на улицу собственной позицией можно поплатиться не только здоровьем, а и жизнью. На сегодняшний момент очень остро стоит вопрос субъектности. Многие кричали долгое время, давайте услышим Донбасс. Услышали, но только не Донбасс. Услышали отдельные личности, отдельных людей. Донбасс настоящий, он жив. Донбасс настоящий, Донеччина и Луганщина, это Украина. Но на сегодняшний момент, к сожалению, нет субъекта, который мог бы говорить. И более того, любые монополии, неважно, одного толка или другого на этом поле, они обречены на смерть. Украинская народная рада Донеччины и Луганщины сейчас создается как объединение без организаций, объединение без каких-то конкретных ликов. Это объединение, движение, которое должно объединить всех. Как в свое время в Донецке выходили под флагом Украины, вне зависимости от геополитических, политических, любых других взоров. Мы понимали, стоит вопрос защиты Родины. И сегодня он стоит точно так же. И Донецк, он был Украиной, он остается, и он Украина. И сегодняшний день... И на сегодняшний день Донецк украинский, он в том числе и здесь. На сегодня надо понять, что оккупированные территории, это вся Украина, и каждый человек в оккупации, который сохраняет Украину в сердце, это наш человек. И это наша общая проблема, это наш общий вызов перед всем украинским обществом. Я надеюсь, что на сегодняшний момент уже удастся реализовать идею про украинского субъекта. Я надеюсь, что это объединение сможет отстаивать интересы Украины в целом, Украины восточной, и отстаивать Украину как таковую. Проблема в борьбе с врагом не превратится в своего врага. И до того момента, пока Украина остается Украиной, а не превращается в ДНР. Ведь вопрос ваты-вышеваты, он стоит очень остро. И сейчас скорее часто мы видим очаги Донецка, вот того в Альцгеймере, того забывшего о том, что он является Донецком, здесь все больше и больше. Поэтому прежде всего призываю всех во времена ваты-вышеваты оставаться адекватниками. Вот это очень важно. И тогда мы сможем построить действительно Украину. И тогда Украина вернется в заболевший Альцгеймером Донецк. Ведь с виду один и тот же, а суть другая. Спасибо еще раз всем вам, что здесь сегодня собрались. Спасибо, что вы остаетесь с людьми. Спасибо, что вы помните о своем гражданском долге. Спасибо, что вы есть и вы есть сегодня здесь. Слава Украине! Донецк — это Украина! Донецк — это Украина! Восток Украины наш, и мы его никому не отдадим. Пока есть вы, пока есть люди, которые так думают, так делают, и которые не забывают об этом. Продолжение следует... Спасибо.